Всем привет! Сегодня болтологическое видео на две темы. Первая тема это то, что возможно в скором времени у нас появится вакцина от боррелиоза. Как известно, на данном этапе существует только вакцина от клещевого энцефалита, а вот от боррелия нет ничего. И вот сейчас ученые приезд к университете выяснили, что разработали вакцину, которую они пока протестировали только на морских свинках, но результаты обнадеживают. Потому что в результате такой вот вакцинации морских свинок выяснилось, что клещи, во-первых, быстрее отлепляются сами, они не так активно сосут кровь, и на месте укуса, туда где клещ прикрепляется, сразу начинает чесаться и идет активное покраснение. То есть есть намек на то, что антитела уже выработаны. Потому что очень важно, чтобы в период после того, как клещ присосался, то есть период от суток до двух, когда клещ как раз таки и может вытолкнуть содержимое своего кишечника с боррелями в ваш организм, чтобы в этот момент клеща на вас уже не было. Поэтому, если есть возможность снизить риски, конечно же, такая вакцина была бы неплоха. Единственное, что потом уточнилось, что эта вакцина разработана по принципу mRNA-вакцины. То есть вот эти новые технологии, которыми сейчас у нас весь мир уже проколот. Не весь мир, но многие страны, кроме Лизапада, весь проколот. Поэтому, если вы не боитесь такого рода новых вакцин, то, возможно, скоро будет вероятность снижения риска хождения по лесам, риска заражения борреля благодаря этой вакцине. Вот такая вот первая интересная новость. Пока на людях не тестировали, но на морских свинках очень обнадеживающие результаты. Еще хотела поговорить о синдроме хронической усталости, о таком диагнозе. У меня он стоит, в Норвегии у меня есть этот диагноз. Чем плохо этот диагноз, а то, что никто не знает причины его возникновения, никто не знает, как его лечить. Синдром хронической усталости может вызываться тысячами заболеваний, болезней. И если у вас не нашли, что является первопричиной этого состояния, то вы можете оказаться именно наедине с собой и с этим диагнозом синдром хронической усталости. Как ставить такой диагноз, по крайней мере, в Норвегии, где я живу, пользуются канадскими критериями. И считается, что если у вас есть утомляемость, каждодневная утомляемость более 6 месяцев, которая сопровождается ухудшением состояния после физической нагрузки, также проблемами со сном, болями, нарушением когнитивных функций, ощущением гриппа и повышения температуры, а также куча других симптомов. Там есть целая шкала. И если многие из симптомов у вас присутствуют, вам могут дать этот диагноз. Синдром хронической усталости. Как называется еще здесь ЭМЭ на английском языке и на европейских языках. ЭМЭ – это сокращенно от миологической энцефалопатии. Никто не знает до сих пор, в чем причина этого синдрома. И в ходе такая теория, что все это связано с блуждающим нервом, который проходит у нас через весь организм, от черепа до кишечника. И что в него либо попадает инфекция, либо он воспаляется по каким-то своим причинам. И это вызывает всю эту симптоматику. Поскольку диагноз-то у вас этот есть, и многие считают, что причины этого синдрома часто лежат в инфекциях. Например, если вы переболели мононуклеозом, вирусом Эпштейн-Бара. Либо если у вас был какой-то очень активный грипп. Часто после других видов герпеса тоже может возникнуть синдром хронической усталости. Кстати, после известного ковида у многих есть этот постковидный симптом. Либо появляется этот синдром. То есть это у вас есть, диагноз есть. А лечить-то никто не знает как? А в Норвегии, если вам дали такой диагноз, вас должны как-то лечить. И поэтому начинают здесь, знаете, танцы с губнами. То есть единственное лечение, которое предлагают. Потому что есть в медицинских кругах разные теории, разные варианты лечения. И предлагают, например, именно на официальной базе лечение, например, когнитивной терапией. Либо психомоторной физиотерапией. Потому что считается, что если вы начнете, например, позитивно мыслить, заниматься медитацией, осознанно проживать свою жизнь. То это может снизить симптоматику и облегчить ваше состояние. Хотя, согласно многим исследованиям, на самом деле эффект от этой когнитивной терапии, этих медитаций точно такой же, как и при других заболеваниях. То есть если бы вы были больны, например, рассеянным склерозом и занимались бы тоже когнитивной терапией, такой же был результат. Хотя рассеянный склероз – это физическое неврологическое заболевание. Кстати, синдром хронической усталости в медицинской классификации считается неврологическим заболеванием. Хотя неврологи отнекиваются. То есть они его не считают своим. Конечно, никто не хочет такой диагноз в своей базе иметь, потому что при нём нет никакого лечения. И вообще это очень, знаете, такое демонизированное заболевание, потому что часто считается в медицинских кругах, что оно вообще не существует, что это всё психосоматика, люди всё сами себе придумывают. Но по поводу придумывают, сейчас я вам расскажу. Придумывают, а придумывают – это, конечно, смешно. Потому что в мире вообще существуют часто вспышки такого вот синдрома хронической усталости, это ВММ. Например, в той же самой Норвегии, в городе Бергена, в начале 2000-х годов была заражена вода, и люди заболели лямблиями. То есть в них попали лямблии, гардии, либо жардии. И после этого у многих случился этот синдром хронической усталости. То есть всё-таки это связь с инфекциями, это поствиральный синдром истощения, как часто говорится. Это может быть, кстати, и бактериальное, это тоже при лямбе очень часто синдром, при баррелиях, как примера. Ну, вот так вот. Очень, говорю, тяжёлое вообще заболевание с точки зрения того, что мне немного, лечения нет никакого, и каждый тянет одеяло на себя. И тоже я читала по поводу Норвегии, почему в Норвегии в 5 раз больше людей с этим синдромом, чем в тех же самых соседних Швеции и в Дании, считается, потому что здесь лучшая диагностика, их быстрее диагностируют, ла-ла-ла. Ну, я вот точно не знаю, потому что, конечно, заболевание страшное, если оно протекает в серьёзной форме. Есть лежачие больные, которые даже не могут вставать в кровати, настолько их истощает это вот именно утомляемость, что они даже есть сами не могут. Им вставляют зонт, и они получают питание через зонт. Дети часто начинают болеть в последнее время, это тоже, знаете, ужасно просто. И, например, то же самое в Норвегии, как я говорила, да, другой пример. В Осло была какая-то улица с домами, и вот на этой улице у многих был синдром хронической усталости. И я такая думаю, очень интересно, это что у них у всех резко стресс случился, психосоматика, или всё-таки там что-то, всё-таки физический какой-то фактор. Например, может быть, это отравление тяжёлыми металлами, да, либо тоже опять что-то с водой, какая-нибудь вода заражённая, либо плесень какая-то. Но должна быть физическая причина, почему у большой категории людей случается резко этот синдром хронической усталости. Ну, и, как я сказала, официальные круги медицины предлагают лечение только когнитивной терапии и психомоторной физиотерапии. Это то называется, что вы должны сами дозировать свою активность, что вы должны позитивно мыслить, вы должны отгонять мысли, что вы болеете, что вам плохо. Вы должны себя всё-таки мотивировать на какие-то действия, то есть не лежать пластом, медитировать, отвлекаться, гулять на природе. Вот такое всё, да. Это официальное лечение. Есть же и альтернативное мнение. Как я говорила, у меня была уже рецензия на книгу Энтони Уильяма по поводу мистических заболеваний. У него, кстати, огромная глава, посвящённая этому МЭ, синдрому хронической усталости, где он считает, что всё происки Эпштейн-бара. И, кстати, не один так считает. Это довольно известная уже истина, что это всё может быть от этого. Но он считает, что это не поствиральный, а это всё ещё активный Эпштейн-бар, что мешает жить. И у него, конечно же, стоит список того, что надо делать, чтобы подлечиться или хотя бы уйти в ремиссию. Ну и другие альтернативные мнения, что всё завязано с кишечником, что это бактерии кишечные, которые также наслияют иммунитет, что они завязаны с этим же блуждающим нервом. Поэтому всё это происходит, что надо лечить кишечник в первую очередь, и тогда, возможно, вы снизите свою симптоматику с хронической усталостью. Также я читала, что есть некоторые медикаменты, которые были опробированы именно альтернативными кругами. Например, небольшие дозы нолтрексона могут снизить симптоматику, потому что здесь надо снижать воспаление. У нас нерв воспалён, это блуждающий, если это причина в нём всё-таки. И надо снимать также ответ иммунных клеток в этом блуждающем нерве, я так понимаю. То есть там много причин. Вот именно заниматься питанием в первую очередь, затем когнитивной терапии никому не помешает. Исследовать различные травы. Кстати, там также стояла одна трава, я потом её подпишу, которая тоже может помогать при синдроме хронической усталости. Но вот я так думаю, как они могут помогать? То есть они могут, наверное, только действовать именно на симптом, потому что никто же не знает причину этого синдрома хронической усталости. Но интересно, вот одна была трава, нолтрексон. Также они пробовали другие препараты в таких, знаете, экспериментальных группах, но ни один из них не имел успеха. Даже многим стало хуже. И сейчас я просто вам расскажу, как я сейчас лечусь, потому что у меня, конечно же, есть этот мой хронический лайм, который в Норвегии не подтверждён. То есть я просто знаю, что он у меня есть. Но согласно Норвегии, у меня только синдром хронической усталости. Так, что я принимаю? Мне здесь кто-то в комментариях предложил попробовать попринимать пимофуцин. Это средство противогрибковое от грибка, то есть от кандиды в кишечнике, да. Но в принципе, я так понимаю, как я посчитала по отзывам, убирает грибки, то есть кандиду везде, по всему организму. Я вот буду его принимать, я уже начала принимать, где-то, наверное, 5 дней принимаю. Его я принимаю 4 раза в сутки. Также мне порекомендовали келтикан. Келтикан. Это, так понимаю, витамин В. И фолиевая так. Кислота, которая содержит натриевую соль, уридин монофосфата. Келтикан. Ну, я знаю, что, кстати, вот витамины разные группы В, в разных таких, знаете, комплектациях лучше, чем продается здесь в Норвегии. Это определенно. Потому что здесь как-то очень все слабо именно с витаминной базой, всякими БАДами. Такое попринимают неврологической симптоматики. Но витамин В я практически часто очень принимаю курсами. Но также я принимаю просто женскую травку, которую я тоже рассказывала. Это Дон Куай. Но она мне просто нужна. Это я принимаю. И сейчас, возможно, если у меня сейчас будет время, я вам покажу, чем я еще иногда спасаюсь от хронической усталости. Что я такое принимаю, что я нарыла собственным, так сказать, эмпирическим путем. Я лично считаю, что для того, чтобы победить хроническую усталость, надо же, конечно, сначала выявить первопричину и лечить ее. Например, если это у вас инфекция, надо лечить эту инфекцию, да, не знаю, какими препаратами. Это уже вы решаете с вашим врачом, либо самостоятельно, да, почему бы и нет. Но вот есть такой препарат, я покупала его в Норвегии, КСМ-66, но это, по сути, чистая ашваганда. Здесь ашваганды в двух капсулах 600 миллиграмм. И ашваганда это адаптоген. Адаптогенное вещество, которое выравнивает ваш фон, да, вот именно эмоциональный, делает вас стабильными. Здесь написано, что он противостоит стрессу, также помогает обрести ментальный баланс и также стать выносливыми. То есть такая вот травка очень хорошо иногда может поработать. Даже если не победить вашу хроническую усталость, ну, по крайней мере, вам помочь со сном, да, если вы будете утром принимать, потому что вечером не рекомендуется. Хотя некоторые рекомендуют, некоторые врачи предлагают и вечером попринимать. Но вот я считала, что лучше всего днем выпить, потому что они тоже, знаешь, немножко так бодрит. Если сон, если вы сон нормализовали, то это уже самое, наверное, одно из самых главных, это чтобы восстал нормальный сон. И уже на базе этого можно потихонечку, по кирпичикам также восстанавливать ваше здоровье и остальное. Если сон вы не наладили, вам ничего не поможет. Это я, кстати, много раз читала и слышала. Даже вот на этих курсах по стрессоустойчивости единственное, что предлагают здесь Норвегии от синдрома хронической усталости. И также я покупала, про это я прочитала на сайте американского, боже мой, как его зовут, американского врача, который занимается лаймом, доктор Росс, да, Мартин Росс, если не ошибаюсь. Ну, в общем, Росс, доктор Росс, у него есть протоколы лечения всевозможные от лайма, но там как у него много очень антибиотиков, так и трах, то есть там можно выбирать альтернативы. И вот именно от хронической усталости он предлагал вот такой вот Antifactor Energy, это формула митохондриальная, написано, что максимизирует АТП-энергию, то есть выработку АТП-энергии. И очень дорогой был препарат, потому что я его заказывала из Америки, помню, две упаковки, мне еще потом пришлось платить за растаможку, то есть что-то там вообще какое-то нереальное. Но у меня вот до сих пор я не выпала, у меня две банки было, потому что здесь по 90 таблеток. Это фирма Research Nutritionals, ну, кстати, он ее очень рекомендует, я так понимаю, что она очень хорошая фирма. Так, и что здесь есть? Ну, тут есть, конечно, витамин Е, кальций, фосфор, а также написано... Все, что здесь включено, всевозможные липиды, НТ-фактор липиды, олигосахариды, L-аргинин, L-глицин, таурин, альфа-липовая кислота, очень хорошая вещь, у кого полинейропатия, да? Это чеснок, спирулина, корень свеклы, бифидобактерия бифидум, лактобацилус асидофилус, снова, наверное, это молочная кислая бактерия. Затем название каких-то трав, которые я не знаю, пару штук, экстракт коричневого риса, оптимум, MSM, бромелайн, это же ананас, если не ошибаюсь, да? Потом сера, пандетин и назитол. Вот такой вот интересный состав. Тоже принимаю периоды, знаешь, когда у меня вот бывают, вот именно у меня как-то почему-то с качками, когда очень такая сильная эта хроническая усталость, когда, знаешь, вот встаешь уже не к окущей, вот надо как бы день продержаться, да, и ночь простоять, и серии, когда вот даже говорить-то не можешь, настолько тебе плохо и тяжело, ты как будто, знаешь, обесточен с утра до ночи, а наделать надо что-то, да, делаешь же, надо, что ты же не можешь просто пластом лежать, это еще хуже тебе становится. Вот я тогда курсами принимаю немного, это тоже начинаю принимать, и повышаю железо, а для этого мне помогает вот, да, по сути, ну и, конечно же, тоже инъекции железа. Вот такое было сегодня у нас информативное видео, ну такое блатологически информативное, потому что я вот не часто сюда, конечно, на канал видео выкладываю, но я считаю, что это очень хороший способ кому-то помочь моими видео, кто-то, может быть, мне поможет, напишет свои, свои наработки, да, свои мнения, пишите комментарии, кто как лечится, кто до чего сам дошел, это очень полезно, у нас будет такое мини-сообщество, которое помогает друг другу. На этом я с вами прощаюсь, всем пока-пока и до скорых встреч!